привет друзья подписчики канала друзья хочу всех вас поблагодарить за то что вы есть за то что подписываетесь на канал и поддерживаете лайками и пишите свои мнения в комментариях под видео все видео снимаю исключительно для вас еще раз вам всем большое спасибо итак сегодня у нас на обзоре самый компактный вайфай репитер от компании wave link в n581 n2 заказал репитер как всегда на алиэкспрессе ссылочка на товар под видео посылка пришла за две недели обычной почтой трек номер отслеживался на всем пути доставки репитер wave link поставляется в компактной фирменной картонной коробке на которой изображено само устройство а также его основные преимущества а это быстрая настройка усиление сигнала и устранение слепых зон в доме настройка репитера при помощи одной кнопки vps две все направленные антенны а также компактный размер давайте посмотрим что же находится внутри в такой маленькой красивой коробке открывая коробку нас встречает сам репитер а также инструкции и гарантийный талон в комплекте больше ничего нет инструкции для настройки устройства исключительно на английском языке виде пунктов и рисунков изображено как можно настроить устройство за несколько секунд на гарантийном талоне видим благодарность за нашу покупку и смайлик внутри нам предлагают отсканировать qr-код и зарегистрировать продукт в таком случае мы получим еще дополнительную гарантию и возможно скидки на новые товары от компании относительно самой гарантии производитель обещает полный возврат средств период 30 дней а в случае выхода из строя устройства в период 30 дней или 90 дней ремонт и отправку обратно устройства за свой счет в случае одного года полная замена устройства на новое и еще полгода гарантии интересно действительно ли это так надеюсь нам гарантия не пригодится корпус репитера выполнен в черном цвете лицевая панель глянцевая на которой нанесено название компании wave link на торце по контуру есть вставка из прозрачного пластика которая выполняет роль индикации также на торце есть две кнопки без фиксации кнопка питания и vps reset все кнопки аккуратно сделаны и подписаны есть один порт ethernet относительно индикации периодическое мигание в одну секунду свидетельствует о поиске устройства для подключения а если нажать кнопку vps частое мерцание свидетельствует о настройке репитера по беспроводному протоколу не было ну очень интересно что же скрывается внутри такого крохотного устройства я аккуратно дабы не повредить репитер его вскрыл я приятно был удивлен когда увидел две небольшие антенны которые вообще не думал там увидеть но максимум две полоски виде змейки на плате а тут две навесные антенны также производитель позаботился охлаждение чипа и установил белую терможуйку которая честно говоря не сильно справляется со своей задачей но ее наличие это уже плюс давайте перейдем к настройке нашего репитера это можно сделать как с помощью смартфона так и компьютера и как ранее упоминал настроить устройство можно буквально за несколько секунд нажав кнопку vps на роутере и параллельно на репитере к моему роутеру tp-link у репитер подключился без проблем как только мы подключим репитер в розетку сети 220 вольт мы увидим новое устройство под названием viriless n я подписал устройство wave link репитер для удобства воспользуемся браузером и в адресную строку вносим ip 192 168 10 1 или при помощи адреса app setup работает только в интернет explorer и и перейдя в панель входа вносим пароль админ выбираем доступный язык английский войдя в настройки видим статус устройства как вы видите у меня уже работает он в режиме репитера подключено к репитеру два устройства ноутбук и планшет давайте перейдем в пункт мастер настройки как мы видим у нас доступно два режима репитер и точка доступа перейдя в режим репитер устройство сканирует беспроводную сеть для выбора устройства и его ретрансляцию доступно нас две точки доступа для ретрансляции выбираем тук который у нас есть пароль также возможно в ходе настройки изменить название репитера тут как раз мы можем проявить свою фантазию также доступна полностью ручная настройка подключения для чего это нужно для того если у нас вай фай роутер скрыт для поиска извне но мы знаем его сид то есть название и другие параметры в таком случае мы можем подключиться к нему и его ретранслировать после внесения настроек тапаем кнопку подключиться и устройство запомнит параметры и автоматически перезагрузится в режиме точки доступа все предельно просто подключаем сначала кабель rj45 в порт ethernet и вносим название будущей точки доступа а также устанавливаем метод шифрования и пароль или делаем точку доступа доступной для всех открытой все предельно просто настройки вай фай доступно возможность спрятать устройство сделать невидимым для поиска изменить название метод шифрования и задать пароль также доступна возможность изменить мощность сигнала оставляем все как есть дополнительные настройки возможность выбора стандарта чистоты вещания биджи энд или все вместе регион в котором устройство работает и другие параметры настройки устройства настройка сети Задаем IP и маску под сети, время и часовой пояс, настройка подсветки, индикация, возможность ее отключить. Будет актуально тем пользователям, которые планируют установить репитер вблизи кровати и не хотят, чтобы ночью им что-то мешало спать. Безопасность. В случае необходимости меняем стандартный пароль на свой уникальный. Раздел восстановления настроек или их сохранение. А также возможность сброса настроек к заводским. Обновление прошивки устройства. Я смотрел на сайте производителя. На данный момент прошивка самая актуальная уже установлена. Статус репитера. Сколько времени репитер работает в сети. Сколько клиентов подключено. И другая возможно интересующая вас информация. В случае необходимости можно всегда устройство перезагрузить. Как вы видите настройка предельно проста. От себя добавлю, что интерфейс настройки репитера очень удобный. Видим, что компания Вейвлинк постаралась и позаботилась о пользователях. Давайте с помощью приложения Wi-Fi Analyzer посмотрим, как у нас обстоят дела с расширением нашей Wi-Fi сети. Или проще говоря, какой у нас сейчас уровень сигнала в дальних комнатах квартиры. Видим на графике, что наша новая Wi-Fi сеть, Вейвлинк репитер, имеет самый большой сигнал даже в дальних комнатах. Сигнал хороший и стабильный. С помощью приложения Speedtest проверим скорость. От провайдера получаю сейчас в доме реальных 60 мегабит. И репитер немножко, но все-таки режет ее. Можете сами увидеть скорость на смартфоне от роутера TP-Link. И скорость через репитер Вейвлинк мини. Для такого крохотного устройства я считаю в принципе достойный результат. И как заключение хочу сказать, что репитер Вейвлинк мини меня приятно удивил. А именно, размер устройства. Наличие двух небольших всенаправленных антенн внутри корпуса. А также понравилась очень удобная и быстрая настройка репитера. Репитер стоит своих денег и будет незаменим в случае командировки в другой город или возможно даже страну. В багаже так точно много места не займет. Не больше за зарядку к смартфону. Из недостатков. При длительной работе репитера все-таки чувствуется нагрев корпуса. Посмотрим, как он себе поведет в летнее время. Еще небольшой недостаток это цена. Иногда у продавца она колеблется в около 19 долларов. Но тут нужно также отметить, что аналогичные устройства у именитых брендов стоят вообще примерно 30 долларов. Также довольно-таки часто продавец делает акции и устройство можно купить за 12-14 долларов. В любом случае решать вам. Если репитер вам понравился, то переходите по ссылке под видео. Удачных покупок. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых видео.